всех приветствую сегодня вам покажу и расскажу про конквест это версия с 16 я тут распаковал не люблю показывать распаковки это не так интересно этот аппарат у нас человек заказал и попросил чтобы мы для него привезли и заодно сделали такую проверку обзор меня конквест уже вычислили что я на себя заказываю по одной штуке поэтому производитель у меня спросил это мы будем видео снимать или что я сказал да будем видео снимать первым будем тестировать поэтому нам положили в подарок сразу накладки еще это конечно все клиенту идет плюс сделали скидку одну тысячу не полторы тысячи рублей сделали скидку это тоже будет бонус клиенту видите что здесь серебристая накладка сзади тоже то есть это silver так называемый на коробке это обозначается таким вот образом silver и версия 256 гигабайт покажу сначала по корпусу как он вообще что это спереди у нас фронтальная камера датчик приближения большой динамик на ухо слышно хорошо даже в шумных помещениях все хорошо у конквеста с динамиками все в порядке сверху у нас здесь располагается и к порт это для управления бытовой техникой это у нас темляк ушка он уже с прикрученным темляком также как и конквест f2 сейчас приходит тоже уже с темляком видите массивные резиновые утолщение это для того чтобы держал удар дальше у нас справа торца накладка серебристая она раскручивается тут у нас четыре винтика скручиваем их и можем менять алюминиевый элемент то есть со временем он будет у вас портится может слезть краска из-за потертости это все меняется такое практикуют еще кого серы там пластиковые элементы тоже можно менять хотя у конквеста тоже до этого были аппараты у которых можно было менять накладки так вот здесь у нас заглушка под сим-карту наносим одна сим-карта здесь располагается заглушка дико неудобная когда распаковывал аппарат и вставлял свою сим-карту я честно говоря замучился очень неудобно кнопки громкости в кармане у меня нажимались потому что они такие достаточно чувствительные кнопка включения на мой взгляд недостаточно тугая на грани скажем так здесь у нас ребристости для того чтобы не скользила в руке дополнительно видите точечку это у нас отверстие для дополнительного микрофона чтобы вычитать шум ветра либо окружающий шум снизу у нас такой же вот бампер усилитель от падений снизу видим основной микрофон под заглушки у нас тайп-си для зарядки заглушка очень похожа на такие же заглушки как делают куассеры сейчас покажу вам это куассера про 2 тут можно увидеть резиночку на куассере но эта резиночка здесь съемная а у конквеста эта резиночка часть самой заглушки то есть это не съемный здесь меняется вся заглушка такая конструктивная особенность производитель не заявляет что без заглушки есть водостойкость поэтому не забывайте закрывать здесь вот видео где видно что аппарат пролежал на глубине 1 метр в течение получаса без последствий уже прошел день никаких последствий ничего не запотело никаких коротких замыканий и вода ниоткуда не лилась дальше по корпусу левый торец также элемент сменяемый скручиваете и меняете кнопка ptt здесь нету встроенной рации аналоговой либо цифровой это типа зелу либо для skype дальше кнопка функциональная и кнопка 1 эти кнопки можно настроить но они совсем чувствительные не случайно нажимался фонарик я поставил на одну из этих кнопок фонарик и он меня срабатывал давайте покажу как это выглядит при нажатии включается фонарик также выключается если экран выключен то фонарик тоже включается и это было неудобно потому что в кармане мне эта кнопка случайно нажималась а 1 и fn одинаково чувствительные поэтому мне вот уже было неудобно но можно настроить фонарик можно настроить приложение вызов дальше еще один лоток под заглушкой в этот же лоток можно разместить либо карту памяти либо sim карту тоже наносим то есть лоток двойной можно туда либо то либо то и получается что этот аппарат поддерживает либо две сим карты одновременно либо одну сим карту одну карту памяти лоток тоже неудобный нужно снять заглушку и дальше еще выковыривать сам переходничок достаточно неудобно сразу видим что куча болтиков это я считаю всегда плюс значит можно разобрать аппарат при помощи отвертки не нужно расклеивать экран чтобы добраться до внутренности которые могли поломаться либо нам нужно заменить аккумулятор через какое-то время здесь вот видите это наклеечка говорит о том что этот аппарат еще никто не вскрывал всего 16 тут болтиков сзади мы видим маленькие точки здесь . здесь две точки в аппарате есть датчик давления и есть конечно же клапан для выравнивания давления это чтобы если мы заходим из холодного помещения в теплое либо поднимаемся на большую высоту чтобы при смене давления при смене температуры не выпадал конденсат потому что у нас внутри всегда будет оставаться воздух при разных температурах он может превратиться в воду да то есть выпасть в виде росы и закоротить какой-то из элементов в каких-то аппаратах это предусмотрено при помощи клапанов каких-то при помощи клапанов и залитием компаудом всей электроники чтобы инертно было к воде видим три камеры здесь обещает 48 мегапикселей для эффекта боке для макросъемки и для сочных фотографий пример видео вы уже можете посмотреть на канале здесь вот в углу есть ссылочка там выбирайте 4k я снимал в 4k в максимальное разрешение что способна выдавать эта камера дальше мы видим вспышку двойная вспышка тут сразу и холодный и теплый свет слева холодно справа теплый это для более живых фотографий это у нас отпечаток пальца отпечаток пальца есть чем сравнить для меня это медленно срабатывание процент хороший для меня это медленно но опять же это из-за того что я пользователи gmx3 там все намного быстрее это большой громкий динамик по поводу звука он очень громкий очень резкий вы не пропустите звонок сейчас покажу комплект комплект интересный сразу нам дают беспроводную зарядку но я конечно рекомендую с кулером зарядку чтобы ресурс аккумулятора на дольше хватило индикатор говорит что заряд идет плюс еще что мы просто ставим аппарат и мы понимаем что сейчас пойдет заряд с такими площадками вот которые в комплекте идет кстати к ней нужно подключить провод микро юсби они type-c какой-нибудь так вот здесь надо попасть ну вроде вроде да с первого раза попал нету тут никакого магнита никак не понять как максимально удобно выглядит она еще вот таким вот образом круглешок а для увеличения площади вот резиновая такая накладочка чтобы не царапался телефон это в комплекте такая беспроводная зарядка на телефоне была наклеена пленка снял ее на нем еще пленка наклеена также в комплекте дополнительно идет пленочка тут у нас накладки красного цвета и под бронзу то есть бронзовая накладки боковые и задник чтобы можно было поменять но это идет только нашему клиенту который первый раз через нас заказал этот аппарат и мы вот первый аппарат купили на али у представителей конквест поэтому это не типичный комплект но он это в комплекте провод микро юсби для того чтобы подключить беспроводную зарядку магнитный коннектор он очень удобен для того чтобы использовать аппарат на рулях на рулях например на руле мотоцикла либо велосипеда либо снегохода вот такое решение я рекомендую потому что но ухабах будет отсоединяться и если будет в коннекторе обычном то разболтается дары эффект рычага разболтает вам коннектор тут же просто магнит отскочит и и все хорошо но не первый аппарат с таким магнитным коннектором с таким проводом от конквест поэтому предупреждаю что могут можно закоротить если этот провод подсоединен у вас к источнику питания то перекладывая монетку здесь тоже магнит прилепится будет короткое замыкание провод сгорит поэтому вдали от монеток от металлических гвоздиков скрепок держите эту зарядку и тогда все будет хорошо временем уже проверено на али есть где его купить ссылка у нас в описании к товару есть где можно дополнительно такой провод купить дальше в комплекте зарядное устройство обычное но брендирована наклейкой конквест и написано что это для версии с 16 сейчас камера позволяет даже показать вам что здесь написано из кому интересно провод в тайп си и из биться это вот как раз для основной зарядки аппарата коннектор повторюсь под заглушки который вот для этого провода так как у аппарата нет никакого разъема для подключения гарнитуры джека 35 либо 25 то вот переходничок на джек 35 с тайп си на 35 через коннектор который под заглушкой конечно я не рекомендую использовать эту штукенцию потому что если вы будете слушать музыку у вас значит эта штука всегда в коннекторе на слушаемую музыку по пути за хлебушком например в кармане будет разбалтывать опять же эффект рычага не забывайте про это поэтому рекомендую bluetooth ресиверы либо bluetooth наушники и иголочка в комплекте очень неудобно и потому что в этом аппарате нужно с подцепом с крючочком иголочку чтобы можно было достать лоток возможно вы обратили внимание что здесь еще вот такой элемент стоит это док-станция она в комплекте идет док-станция имеет магнит поэтому держится заряжается тайп си удобная штука приходим домой ставим на зарядку и ни о чем не думаю никакие провода не подсоединяем не ищем беспроводную зарядку не портим аккумулятор помоги там будет более эффективно нежели через беспроводную зарядку это что касается комплекта еще будет гарантия от нас один год человек в принципе и все еще хочу отметить что камеры утоплены они находятся чуть глубже чем вот этот металлический элемент то есть он будет у нас царапаться также отпечаток пальца у нас утоплен поэтому будет царапаться вот этот металлический элемент задник сделано с под карбон очень похоже как было или как есть у conquest f2 тоже выглядит прикольно мне так нравится поэтому сзади защита вот при помощью выступающих металлических элементов у экрана тоже есть рамочка перед экраном где-то миллиметр полтора есть у нас запас плюс пленка защита есть здесь обещает горелла глаз это значит удар он держит хорошо а вот царапаться будет поэтому пленку рекомендую вот экран защищен и в других плоскостях у нас вот эти вот бампера которые будут получать будут протираться на удар до кнопок до слабых мест доходить не должен но только практика на самом деле покажет как он будет держать удар это пока новинка как обычно новинку я не рекомендую рекомендую дождаться реальных отзывов людей через хотя полгода использования по поводу google а здесь все есть google п я поставил оплата у меня прошла все работает сенсоры у нас есть все кроме термометра температуру нам не покажут барометр то есть давление есть у нас магнитный сенсор акселерометр на стол тут не ровно должен катиться вверх надо как обычно освещенности приближение экрана все обычно в antutu посмотрим производительности из чего собран этот аппарат 220 тысяч очков в antutu это один из отличных показателей на мой взгляд но есть и проблема у этого всего дела модель значит конквест с16 нтк-шный процессор со всеми вытекающими разрешение экрана 1080 на 2280 это называется 2к 2к приятно глазу вроде как но и энергопотребление из-за этого будет выше обещают большие пиксели у камер но картинка действительно неплохая 8 гигабайт оперативной памяти доступно нам 6 осталось встроенный 256 гигабайт и еще карту памяти 512 вставлял кушает без проблем 8 ядерный процессор диагональ экрана 6 и 3 дюйма bluetooth 5.0 тут обещают и хотел вам показать еще температуру вот сейчас 29 градусов но когда вы будете пользоваться этим аппаратом 42 градуса будет для него нормальная температура то есть он опять же из-за нтк-шного процессора и любит конквест делать так чтобы охлаждение было не очень будет нагреваться это будет пагубно влиять на 6000 аккумулятор и пагубно влиять на стабильность работы поэтому если что-то пошло не так дайте ему остыть так поступает с конквестом за эти деньги что просит за конквест это очень плохое предложение со стороны продавца поэтому я всегда предупреждаю что даже переплачивайте за конквест вот поэтому спрос на него небольшой но тем не менее в игры можно играть пока он не перегреется процессор это будет позволять по поводу gsm как он ловит gsm мне показалось что очень хорошо в числовом выражении я доказать свое мнение не могу потому что всегда это расходится по числам в приложениях мы видим одно а по факту нету сигнала нету связи здесь же по моим ощущениям в том закутке где тестируете аппараты прием стабильные 4g стабильно из особенностей этого аппарата здесь еще есть детектор ультрафиолета он располагается вот здесь и как он работает нам подсказывает что вот надо его повернуть к солнцу у меня есть фонарик с ультрафиолетовым излучением и вот он нам говорит что низко плохой фонарик нет среди смотрите высоко чтобы это значило интенсивно экстремально так светим еще дальше я так понимаю что этот сенсор нам позволяет понять насколько нам нужно защититься от солнца такой датчик мы еще в blackview видели я тогда еще скептически отнесся к нужности этого устройства в телефоне потому что как турист я понимаю что если есть солнце а в горах она еще отражается от снега то нужно просто закутываться просто закутаться со всех сторон иначе будут ожоги а здесь мы видим и можем посмотреть что один балл у солнца до ультрафиолетового излучения солнечного то можно не беспокоиться но люди смогут на себе проверить это баловство для меня это действительно штука ненужная но это мое мнение ваше вы можете опять же написать в комментариях я ценю когда с нами выход на связь есть у нас тут шагомер встряхивания и понимать что вы идете вот я сейчас сделал 12 шагов потрясающе бегом бежал куча режимов камеры конквест постарался сделали много настроек то есть не сторонние приложения ставим теперь я можем даже попробовать при помощи встроенного приложения что-то интересное сфотографировать и давайте покажу что здесь все на русском языке для китайских аппаратов это важно чтобы настройки были на русском пункты на русском под пункты все видите максимально классифицирована это приятно android у нас тут 9 есть у нас слух что конквест хочет в россию прийти официально они нашли здесь людей которые будут представлять первый аппарат что они хотят поставить на российский рынок это конквест с 12 у нас на сайте этот аппарат есть год назад делал про него видео когда еще не было гугла тогда мы забраковали этот аппарат потому что без google никому тут не нужен к нам пришел один аппарат мы его не могли продать наверное месяца три и потом вернули китайцам что без глупо никому не нужен так вот сейчас там google есть и они хотят его завести и продавать со складом в москве обещают сделать сервис центр сначала хотя бы для модели с 12 дальше будет видно но я скептически к отношусь потому что спрос на модели конквест очень слабый аппарат дорогие сборка китайская хоть мы знаем что бренд конквест делает аппараты для внутреннего потребления силовиков китая это для армии для полиции у них решение есть но для внешнего рынка слишком дорого получается у нас в россии этот ценник не оценивают лично я даже скептически повторюсь к этому отношусь переплата там слишком непонятно за что потому что качество смотрю по нашим клиентам разделяется на два лагеря первые 50 процентов людей ходят с конквестами у нас больше 3-4 лет другие 50 процентов через год уже начинаются какие-то проблемы с аппаратом то есть год гарантии мы даем здесь все будет хорошо а дальше у меня есть вопросы у меня есть сомнения потому что есть сомнения у наших клиентов все очень просто в этом плане по поводу ценообразования конквест f2 здесь намного все проще и понятнее потому что по